Международный фестиваль искусств Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Вновь мы с вами встретились, но уже в райском уголке. Если на земле есть райский уголок, так он сегодня здесь, в этом зале. И нас собрала здесь наша королева. Спасибо вам! Илья, вы постоянно член жюри. Скажите, пожалуйста, по каким критериям вы оцениваете участников? Каждый из руководителей, когда везет свой коллектив, он старается максимум дать красоту своего проекта, своего танца, своего какого-то вокального произведения. Поэтому профессионализм в подходе самого руководителя – это первый критерий. Как взяли ноту, умеют ли работать в классе – это все замечает наша профессиональная жюри. Но у нас есть критерии, когда берет за душу. Это, по-моему, такая наша украинская черта, когда мороз по коже бежит, вон мурашки, вот выступил какой-то ребенок, и ты сразу это чувствуешь. Как красиво, какой красивый голос, какое исполнение. Мы радуемся за педагога, мы радуемся, что получилось у этого исполнителя. Есть ли разница предыдущих фестивалей с новыми? Есть какое-то отличие? В одном фестивале сильнее хореографический жанр. Были фестивали, когда очень много вокалистов очень сильных. Были очень интересные вкрапления театральные, в театральном жанре. То есть, при том, участие разных регионов приносит красоту и нотки того региона. Допустим, Херсон, Николаев, киевские коллективы и так далее. Одесский очень сильный, мощный отряд наших исполнителей, детских коллективов. На сегодняшний день Международный фестиваль искусств во главе с Владиславой Любимовой заслуженно можно назвать лучшим. Каждый из слушателей и зрителей сделает для себя множество творческих открытий и, конечно же, ощутит его уникальную атмосферу. Скажите, пожалуйста, какую сферу творчества вы представляете? Преподаю хореографию в университете в Херсонском, преподаю украинский танец, композицию танца, веду ансамбль. Четвертый раз я в жюри этого конкурса. Конечно, очень важно, что в этом конкурсе принимают участие очень хорошие коллективы. И уровень конкурса растет с каждым разом, когда я приезжаю. В прошлый раз было много очень коллективов. Я привозил херсонские коллективы, интересные были, и которые заняли тоже были гран-при по хореографии. Первые места очень интересные коллективы. В этот раз из Херсона приехал тоже вокальный коллектив, очень интересный. И мы как-то сотрудничаем. И каждый раз этот конкурс все лучше и лучше становится. И очень радует то, что дети приезжают очень талантливые, очень интересные. И мне очень интересно быть на этом конкурсе. Что вы чувствуете перед началом каждого фестиваля? Ну, знаете, вокал и вообще пение – это, я всегда говорю своим ученикам и студентам, ну, и это всем известно, что это единственный живой инструмент, что такое голос. Поэтому, вот каждый участник, который выходит, я, конечно, тлею душой, потому что, знаете, это же невозможно подкрутить какую-то гаечку, болтик, чтобы лучше зазвучать или как-то дороже продать себя в пении, в выходе на сцену. Конкурсант должен владеть собой, начиная, вот пусть даже с 7 лет, с 5 лет, как у нас порой бывают такие участники, ну и 20+. Поэтому, конечно, волнуюсь, надеюсь, ищу эти таланты, потом им помогаю по жизни. И с каждым конкурсом, конечно же, убеждаемся в том, что наша Украина вот насправдь. Ну, такая спевучая, ну, такая надзвучайная. Я желаю всем удачи, победы, а если даже нет победы, это не так важно. Важно укрепить себя на сцене, прочувствовать и идти вперед. Мне кажется, что это очень благородное дело, устраивать, действительно, давать возможность детям, да и молодежи проявить, показать свои таланты. Мы, украинцы, особенно южане, должны показать свои таланты всему миру и показать, что мы должны быть известны. Скажите, пожалуйста, что интересного ждет в этот раз? Наши участники, каждый участник, конечно же, получает подарки на каждом фестивале, и они добавляются. Сегодня у нас главный партнер, как всегда, «Волшебный мир», самый крупный в Украине, игровой развлекательный комплекс. Детки получат от 100 до 1500 гривен сертификаты на развлекательный комплекс. Еще очень классный у нас партнер, который и наши участники уже оценили, говорят, у вас самые лучшие подарки, самые классные. Это спа-отель «Гранд Марин», в котором расположен и бассейн с живой минеральной водой, там два бассейна, есть ресторан, спа-отель, на улице бассейн, это все на берегу Черного моря. Очень красиво, и наши участники, многие побывали, и снова-снова поедут туда насладиться этим незабываемым таким процессом и впечатлениями. Мы летом, в июне, в конце июня мы выезжаем в прекрасную Грецию на фестиваль. У нас уже более 90 участников зарегистрированы, так что кто еще не успел, мы приглашаем, регистрируйтесь у нас на сайте. Наши призеры едут в Грецию, главный приз – это Греция. И еще один, да, да, и у нас новый партнер, который также дает в летний лагерь, АКО «Квест Одесса», также один из наших участников, получит на лето, на две недели эту замечательную путевку на отдых. Хорошо отдых, да, да, на берегу моря. Еще очень вкусный, полезный, ценный партнер нашего фестиваля – это магазин овощей и фруктов от Валентины. То есть вы все видите, можно подъехать, все купить, попробовать и запастись, ну, я думаю, витаминами надолго. Самая классная медиаподдержка – это у нас, конечно же, телеканал «Одесса Fashion Channel», который с первого фестиваля вместе с нами, который доставляет нам море удовольствия, делает нам самые крутые, самые классные ролики, программы. У нас самые стильные ведущие и операторы. Мы вас любим и всегда ждем. Алексей, вы партнер фестиваля, конкурса. Скажите, пожалуйста, что вы представляете? Я, в общем, владелец туристической компании, и с Ладой любимой мы знакомы давно. Вот, слава богу, наступила весна, пришел этот прекрасный день, мы давно его ждали. Мы очень любим ладаные конкурсы, фестивали. Они собирают огромное количество детей, людей, которые действительно представляют из себя цветы. Вот той жизни, в которой мы живем, здесь мы видим эти улыбки. И кроме того, что мы всегда с Ладой работаем по сопровождению туристическому, так как Владислава организовывает очень мощные, интересные конкурсы, фестивали в Греции. Сегодня мы представляем новый, комфортный детский лагерь, который строят наши хорошие друзья. И победителя сегодняшнего мероприятия, но даже это не победителя, а того человека, кто больше всех понравится именно представителю этого детского лагеря, будет вручен заохочевальный такой приз. Это путевка на две недели в любое удобное для него время отдохнуть в нашем лагере и получить массу удовольствия от времяпровождения летнего на экологически чистом, действительно, потому что прямо на пляже находится этот лагерь, возле моря. Ну и все комфортные условия будут предоставлены этому ребенку для отдыха. Как тебя зовут, красавица? Меня зовут Настя. А что ты сегодня делаешь? Я сегодня буду петь. Какую песенку? Я уже спела «Ца моя краина» и буду петь «Королевство кошек». А кто тебе выбирал такое красивое платье? Мама? Мама Шила. Сама Шила? Ты? А скажи, нравится тебе выступать на сцене? Да. Ты хочешь стать в будущем певицей? Да. А какие у тебя еще есть заветные желания? Ну, стать знаменитым художником. Художником хочешь стать? Ты еще и рисуешь. Какая умничка. Ты прям многогранная личность. Мы тебе желаем успеха, у тебя все получится. Умничка, красотка, так же. Чем больше мы будем позволять себе творить, тем больше будем достигать. Именно этим девизом руководствуются победители и участники международного фестиваля конкурса «Искусств на волнах музыки-2017». Вот так на творческой ноте и волне позитива мы завершаем сегодняшний вечер. Но Одесса Fashion Channel с вами не прощается, ведь впереди нас ждет еще много интересного. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!